Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Джедима, канал о моде и красоте, а также об умном шопинге. Мне кажется, сегодня я не выгляжу как минималист, но я нахожусь в стадии своего прекрасного марафона внеземной красоты. Я ношу то, что мне хочется. Прежде всего, сережки мне сегодня хочется надеть. Я вообще очень полюбила вот такую простую бижутерию, именно бижутерию, не драг металлы, потому что драг металлы тяжелее. А вот такие легкие сережки, которые не очень нравятся моему мужу, но очень нравятся мне. И вот ближайшие 20 дней, то и месяц буду я все это носить с радостью и с удовольствием. Красный цвет очень-очень люблю. Но тема сегодняшнего видео, как это ни странно, минимализм. Хотя почему странно? В общем-то, я часто выпускаю видео про минимализм. Шикарный минимализм. Мне был задан вопрос очень интересный. Как я отношусь к шикарному минимализму? И зрительница расписала концепцию ее понимания шикарного минимализма. Я не совсем поняла, есть ли такое понятие, есть ли такая тенденция, есть ли такое течение внутри минимализма. Потому что мне был задан другой вопрос. Как я отношусь к экстремальному минимализму? И как это ни странно, экстремальный минимализм это, скажем так, отдельная ветвь по всей видимости минимализма. Я посмотрела несколько видео на ютубе англоязычным, где прямо так и в названии видео и вынесено экстремальный минимализм и правила экстремального минимализма. Скажу честно, я не почувствовала особой разницы. Вообще я против разделения. Мой минимализм минималистичнее, чем твой. Я шагаю бодрее, я шагаю медленнее. Ты можешь записывать контент, либо не можешь про минимализм рассуждать. Мне кажется, что минимализм это настолько многогранная на самом деле философия. Каждый может ее попробовать, почувствовать его это и взять то, что ему подходит взять больше либо меньше. Поэтому по поводу экстремального минимализма ничего сказать не могу. По поводу шикарного минимализма захотелось мне записать видео. Зрительница написала, что шикарный минимализм позволяет покупать несколько меньше вещей. Безусловно меньше вещей, но очень классных. Возможно, даже люксовых, возможно, дорогих. Речь не идет только об одежде, речь идет даже о каких-то, на самом деле, любых вещах, на которые мы можем потратиться в силу своего заработка прежде всего. Это означает, что если я хочу купить покрывало за какую-то сумму, я должна приостановиться и поднакопить, и купить, скажем так, несколько дороже и несколько качественнее. Вот здесь я хочу сразу заметить, дорогие зрители, я человек, который в силу своих, наверное, жизненных обстоятельств, в силу собственного выбора часто держал и держит в руках люксовые вещи. И также вещи, что называется, с рынка, с Алиэкспресса. Почему-то я все время цитирую этот сайт. Я никогда на нем не покупала, потому что он не шлет в Италию. Поэтому, когда я говорю Алиэкспресс, это никак не реклама, ни одной реферальной ссылки у меня не имеется. Но наш Амазон, который шлет на всю Европу, на мой взгляд, является, в общем-то, платформой для тех же самых продавцов, которые продают товары на Алиэкспресс. Так вот, я действительно человек, который надевал и носит люксовые платья, но я также человек, который надевал и носит и покупал вещи на рынке. Кстати, как вы считаете, платье сейчас на мне? Это дорогое платье? Про сережки я сказала, что это бижутерия. Хотя, на мой взгляд, если бы я не сказала, могли бы подумать мои зрители, что это может быть бижутерия, а может быть и драгметалл. Так вот, по поводу несколько более дорогих товаров, когда мы рассчитываем, покупая их и платя определенную более высокую цену, когда мы рассчитываем на качество. Я могу сказать, что в современном мире, к сожалению, цена не гарантирует качество. И я из своего личного опыта могу сказать, что цена никогда не гарантирует качество. Мне устанавливали стиральную машинку, одна зрительница также задала вопрос мне по поводу своей старой стиральной машинки. Мне очень приятно такое доверие, что многие спрашивают моего личного мнения. Я в комментарии ответила, но здесь хочу сказать, что когда мне устанавливали машинку Милли здесь, в Италии, непосредственно в доме, куда мы покупали все новое, я спросила у техника, потому что я тогда была одна в Италии, у меня был пока только один ребенок, но я очень боялась ситуации, когда что-то сломается, потому что я даже не знала, куда мне позвонить. Вообще, я рассказывала, что в Италии вызвать сантехника, когда у тебя течет унитаз, это некая проблема и сложность, все работает, скажем так, несколько иначе. И несколько другие темпы в Италии. Так вот, я спросила, что боюсь, что она сломается, и что мне делать, и куда мне звонить. И вообще, через сколько мне ждать поломки, по-моему, даже такой был задан мною вопрос. На что техник мне сказал, вы знаете, сеньора, я работаю в этой профессии, устанавливаю и работаю в Центре ассистенции уже 30 лет в своей жизни. Действительно, был очень в возрасте техник, который устанавливал. И могу вам сказать, что то, когда поломается ваша машинка, это, в общем-то, вопрос, вопрос, прежде всего, производитель. Он говорит, то, что делалось 30 лет назад, не ломается до сих пор. Те же самые фирмы, те же самые материалы, и то же самое производство, и те же самые фабрики. Но то, что производится на них здесь и сейчас, оно ломается очень быстро. Он говорит, она может сломаться через 2 недели, может через 2 года сразу, как истечет гарантия. Никто не знает. И я в своей новой квартире, куда мы все купили новое, столкнулась с такой реальностью, что да, у одного и того же производителя что-то очень сильно ломается, что-то меньше ломается. У одного и того же производителя очень серьезного, опять же, поломка, точнее, чистота поломок, она, в общем-то, тебя ждет, когда ждет. То есть ты не застрахован той ценой, которую ты заплатил от тех поломок гипотетических, от той чистоты поломок, которые в итоге случаются. Поэтому, относясь к шикарному минимализму, как к некой концепции, которая позволяет тебе покупать меньше и покупать несколько дороже того предела цены, которую здесь и сейчас ты можешь заплатить. Я, по крайней мере, именно так поняла вопрос, и так поняла концепцию шикарного минимализма. Повторюсь, не знаю, существует ли она самостоятельно, либо это термин просто случайно взятый и придуманный моей зрительницей в моменте, когда она записывала этот вопрос. Не могу сказать, но, опять же, совершенно точно, я сейчас не готова. Почему, опять же, я хожу на рынок и хожу в дискаунт-центр? Если там меня устраивает не столько цена, сколько качество того же, что я покупаю, и, опять же, имея возможность сравнивать, имея возможность, ну, некой, наверное, уверенности в себе, зайти в очень дешевый магазин и в очень дорогой магазин и сравнить, потрогать, и, возможно, даже поиспользовать определенные вещи, я могу сказать, что я смотрю прежде всего на суть продукта. И вот, опять же, видео, которое я записала, мои закупки в дискаунте. Мой муж меня раскритиковал за это видео, он сказал, говорит, как-то странно все получается. Ты, с одной стороны, говоришь и показываешь, скажем так, красивый дом, какие-то свои красивые вещи, хотя зрители моего канала знают, что я стараюсь не озвучивать этикетки, уж тем более стоимость вещей, если это не в контексте видео. И вот ты в этот дискаунт, говорит, зачем, говорит, я не понимаю, зачем ты это показала? А показала я это, на самом деле, только потому, что я ходила, во-первых, в этот дискаунт, не знаю, что это дискаунт, но, на самом деле, я ходила туда за выборкой тех продуктов, которые в соседнем магазине, который не является дискаунтом, цены там повыше, а я просто не найду. Я, на самом деле, нашла даже биошвабры. Это сложно поверить, они сделаны из материалов, переработанных, которые можно переработать. Био-щетки, биошвабры, био-какие-то подметальные вещи, венички мы их называем в России, веники. Вот это все я нашла вот в этом магазине, очень-очень маленьком. Но там, наверное, вот 40% представлено продуктов био и продуктов без глютена, что меня полностью устраивает. С другой стороны, нельзя отрицать того простого факта, что очень многие люди, которые практикуют минимализм в своей жизни, начинают покупать меньше. За счет этого возрастает некая их экономическая свобода, у них появляются средства, они действительно покупают несколько более дорогие и, как следствие, более качественные товары. Но, на самом деле, возвращаясь, опять же, к начальной части видео, могу сказать, что для меня это исключительно рулетка, когда я потратила чуть-чуть больше. И могу сейчас надеяться, как потребитель, что эта вещь прослужит мне лучше, она будет более качественной. Потому что, если честно, я все больше и больше прихожу к такому мнению, что концепция того, что товары должны служить нам, потребителям, покупателям, несколько меньше, чем мы рассчитываем, это, в общем-то, совершенно осознанная маркетинговая концепция. Наши товары ломаются быстро, мы приходим за покупкой новых товаров. Причем приходим к маркам, которые раньше гарантировали определенное качество, определенную стабильность. Что далеко ходить, многие зрители помнят и знают, что недавно я купила новый ноутбук, просто потому что мой старый ноутбук не позволил себя загрузить. И с чем я столкнулась? Во-первых, со старым ноутбуком, когда я только его открыла, столкнулась с ситуацией, что мне сказали, сеньора, вот что бы с ним ни было, какая бы несущественная поломка у вас ни была, мы не можем его починить, потому что больше не выпускается к нему детали. Запасных деталей их просто нет. Их можно найти на каком-то черном рынке, но даже если вы их найдете и принесете к нам, мы не сможем их вам установить, потому что мы являемся официальным центром ассистенции. Что это значит? Это значит, что я как потребитель вынуждена пойти и купить себе либо новый продукт, скорее всего, в этой же самой марке, потому что я уже привыкла к интерфейсу, я привыкла к софту именно этого продукта. И, соответственно, так получилось, я пошла и купила себе новый компьютер. Но новый компьютер, и для меня это было огромное разочарование, прежде всего, потому что на данный момент компьютер для меня является орудием моего труда. Это мой, это да, это то, что позволяет мне, это то, что позволяет мне работать и зарабатывать. Так вот, мой новый компьютер начинает зависать, так как не зависал ни один из старых, доставшихся мне от мужа. У меня не было ни разу ни одного своего компьютера, потому что у меня просто в них не было необходимости. Так вот, мой новый компьютер постоянно зависает, он часто выключается самостоятельно, Ну и, в общем-то, какие-то вещи он делает, которые, на мой взгляд, новый компьютер делать не должен, не может. Скорее всего, по возвращении я вынуждена буду отдать его в центр, чтобы его проверили, посмотрели, что с ним, пока он, по крайней мере, на гарантии. Что я еще хочу вам сказать в заключении этого видео? Я хочу рассказать вам свою личностную историю, которая связана со студенчеством моим. Когда я прочитала одну очень интересную статью, и интересная она была прежде всего тем, что она запомнилась мне на всю жизнь. Там были типы, но, опять же, я не вспомню, типы модниц, либо типы хозяек. Это был какой-то модный журнал, это был глянец, где, в общем-то, рассказывалось о типах женщин, скажем так, которые окружают себя теми или иными вещами. И я себя узнала в одной характеристике, и мне это было неприятно. И то, что, в общем-то, я поняла, осознала, я запомнила на всю свою жизнь, именно, возможно, поэтому я теперь стремлюсь смотреть, прежде всего, на суть вещей, чем, скажем так, на то, как они представляются нам, прежде всего, парадовцами, а также производителями. Так вот, я поняла и узнала себя женщине-павлине. Что это значит? Это значит, что женщина-павлин, там было написано, старается окружать себя брендовыми вещами, вещами узнаваемыми. Не просто брендовыми, а качественными, но по которым никогда никто не определит, сколько они стоили и где они были куплены. А именно, вот такими узнаваемыми вещами. Если полотенце было написано там в ванной, вы зайдете к этой хозяйке, к этой женщине, то, скорее всего, там будет написано Versace, Gucci, прям таки не знаю, что там было написано. То есть, это будет какая-то узнаваемая марка, читаемая даже на полотенцах. Если кусковое мыло, то тоже от какого-то известного дома. То есть, женщина-павлин старается окружать себя не просто дорогими вещами, а дорогими узнаваемыми вещами. И вот в моем быту студенческом это наблюдалось. Я на самом деле предпочитала купить себе одну брендовую вещь, что называется, чем 10 не очень. То есть, поднакопить каким-то образом, либо сразу все потратить до нуля, но вот действительно, что называется, вложиться. Именно поэтому я сейчас считаю, что инвестировать собственную одежду, собственные вещи, в общем-то, это не то, что нужно сделать, прежде всего, потому что это не инвестиции. Узнав себя вот в этом образе, мне почему-то стало неловко за себя. Я поняла, что я это делаю каким-то образом, наверное, неосознанно, но я это делаю, потому что под все другие характеристики я не подходила. Возможно, это была какая-то глупая статья, возможно, супер-супер умная статья. На самом деле, даже не помню ее сути. Просто я себя узнала, и постепенно я стала, на самом деле, отходить от такой ситуации, в которой я себя узнала. То есть, я стала окружать себя вещами, прежде всего, теми, которые мне нравились. Сделала это крайне робко, делала это по чуть-чуть, прежде всего, потому что я была очень молода, на тот момент я была студентом. Но сейчас, когда мне почти 40 лет, и прошло почти 20 лет с момента, когда я прочитала эту статью, могу сказать совершенно точно. Я, скажем так, если уж речь идет о шикарном минимализме, скорее против этой концепции. Просто потому, что сейчас в нашем мире цена, к сожалению, не гарантирует качество. От себя добавлю практически никогда. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю, чтобы все-таки вещи вас окружали качественные, те, которые вам нравятся, которые вам служат долго, и поэтому вас радуют. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.